Итак, в нашей студии наш постоянный эксперт, психотерапевт, отделение психотерапии, психиатрической больницы номер 6, Екатерина Кричевская. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Итак, нам пришло замечательное письмо от Валентины. По долгу службы мне приходится общаться с одним человеком. Он успешен, добился в жизни всего, что хотел, с деньгами нет проблем, видимо, в связи с этим считает, что он всегда прав. Он даже не дает возможности убедить себя в чем-то, чужую точку зрения не воспринимает вообще. Как мне быть? Какой к нему нужен подход? Причем это не мой начальник, этот человек, но такая категория людей, несомненно, существует. Мы их знаем не понаслышке, что называется. Так вот, как, ну не то, что с ними бороться, а как с ними общаться? И общаться нужно, да, условие такое, что не общаться невозможно. Ну да, действительно, такие люди есть, и это очень сложные люди. В психологии таких людей называют нарциссические личности. То есть это люди зацикленные на себе, эгоцентричные, и изменить их действительно практически невозможно. Потому что нарушение в психологии таких людей происходит очень рано, еще до трех лет. То есть когда закладывается вообще умение любить у человека и базовое доверие к миру. Этому научается ребенок от матери, когда он получает от нее тепло. И если недостаточно тепла, например, по каким-то причинам, мать холодная, или там депрессивная, или еще какие-то есть причины, то мир для такого человека впоследствии представляется как очень враждебным. И любое вообще конфронтирующее мнение, вообще любой конфронтирующий человек воспринимается как нападающий. Такой человек боится разрушения своей личности. Вообще основные чувства, которые они испытывают, это ярость, гнев, страх и стыд. Стыд вообще для него это самое неприятное чувство, потому что он чувствует себя несостоятельным. А вообще для него есть представление о том, что он совершенен. Поэтому, когда какое-то мнение, например, отличается от мнения такого человека, для него это просто невыносимо. И действительно невозможно ему доказать, что это не так. Поэтому единственное воздействие, которое можно оказывать на такого человека, это опираясь на какие-то авторитетные мнения или вообще на какого-то авторитетного человека. Тогда действительно есть шанс, что он тебя услышит, а иначе нет. Иначе это будет крик, гнев, ярость и так далее. Потому что такой человек считает себя всемогущим, и это одна из таких ранних защит, которые такой человек пытается применить в жизни для того, чтобы взаимодействовать с этим враждебным миром. Ну как общаться с такими людьми? Или вообще не общаться с таким человеком? Раз он не воспринимает... Не, общаться надо. У нас условия так простые. То есть мы общаемся. Потому что мы вынуждены общаться. Например, в одном коллективе мы работаем. Не общаться невозможно, тем более, что нарциссизм это вообще бич нашего времени. Таких людей становится все больше и больше. На это указывают определенные системы воспитания. Поэтому, конечно, избежать общения невозможно. Но нужно понимать, что самое главное при общении с таким человеком, это не разрушиться самому. Потому что даже иногда в народе таких людей называют энергетическими вампирами. Настолько при общении с ним тратится очень большое количество энергии, что просто в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя просто даже нет сил на это общение. Поэтому нужно учиться от них защищаться. Это самое главное, что нужно делать. Ну а так как изменить их практически невозможно, это очень ранние нарушения. Единственный шанс психоанализ. Потому что в процессе психоанализма... На который он вряд ли пойдет. Ну почему? Нет. Я бы так не сказала. Ну да, это очень сложно, потому что принять, что ты несовершенен, очень сложно. Но есть такой шанс, когда ты понимаешь, что действительно тебе в жизни что-то мешает. Например, такой человек может быть успешным, ему может быть великолепная карьера, он может быть состоятельным. Ну, например, личная жизнь не складывается. Ну вот никак не находится человек, который готов с ним существовать и строить совместную жизнь. Поэтому в какой-то момент он может задуматься, все-таки что-то может быть со мной не так, и инкогнито придет к психоаналитику. И вот здесь есть шанс измениться, потому что в процессе взаимодействия с аналитиком такой человек учится доверять, потому что он находится в безопасных отношениях. То есть там происходит перенос неких чувств, которые когда-то были чувствами к своему родителю, например, холодной матери. Он переносит эти чувства на аналитика, аналитик его принимает такой, какой он есть, и некое спрессование времени происходит. За короткий промежуток времени, относительно короткий, человек учится доверять миру и учится любить. Впоследствии он может научиться строить отношения уже и с другими людьми. Но что делать нашей героине конкретно? Нашей героине нужно, скорее всего, подстраиваться к такому человеку, потому что я опять же говорю, что если ты хочешь что-то изменить в нем, ты затратишь такое колоссальное количество энергии, что тебя просто не хватит уже ни на что другое. И вот эти вот чувства разрушительные, которые испытывает этот человек, они будут перенесены на нее, если она будет стараться с ним конфронтировать. Поэтому нужно подстраиваться и просто стараться, может быть, в мелочах, может быть, не в глобальном смысле, но на некоем своем примере показывать, как нужно взаимодействовать. Конечно, на это потратится большое количество времени, но, может быть, хотя бы в мелочах она сможет что-то донести. И опираясь на какие-то авторитетные точки зрения, это наиболее вероятно что-то до него донести. То есть включить в разговор авторитет какой-то, начальника, да? Да, начальника или, не знаю, каких-то знаменитых людей высказывания применить. Может быть, того, кто именно для этого человека является авторитетом. То есть нужно его узнавать, и вот, ссылаясь на какие-то, можно сказать, что это даже достоверные источники, можно сказать, что это некое манипулирование. Но по-другому с ними очень сложно, поэтому нужно помнить о том, что ты должен быть в безопасности, не конфронтировать их. Ну, так как это не родной человек, видимо, да, нашей Валентине. То лучше подстраиваться, стараться какие-то острые углы сглаживать. Когда такой человек переходит на крик, это практически одно из самых частых проявлений, потому что что-то донести ему сложно. Орать начинают. Кричать. Да, лучше, конечно, не вступать в этот момент с ним в конфликт, просто переждать, отойти куда-то, подождать, пока он успокоится. Ну, как трудно иногда бывает это сделать. Да, потом потихонечку, шаг за шагом. Бывает, если в ответ сразу начинаешь, рать, то это помогает. Знаете, метод заезженной пластинки. Недолго, правда. Метод заезженной пластинки такой есть. То есть нужно потихонечку, что-то, если нужно тебе донести, потихонечку, раз за разом повторять, 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 повторять. И, может быть, действительно, на 55-й раз все-таки этот человек тебя услышит и сделает так, как ты посчитаешь нужным. Но главное, помнить о своей безопасности. Или мухобойка его. Ну, ладно. Так не надо. Хорошо, кстати, помогает мобильный интернет, когда у меня есть товарищ, который, так сказать, очень авторитетно заявляет разный бред, и ты ему раз, факт, в телефоне, а там интернет, и с вами неинтересно. Он говорит, с вами неинтересно разговаривать, по соответствии с телефоном всегда. Спасибо большое. Екатерина Кричевская была у нас в гостях, психотерапевт, психиатрическая больница номер 6, отделение психиатрии, психиатрическая больница номер 6. Мы рады, что ты сегодня была у нас. Если у вас есть вопросы к Екатерине, вы можете их задать. Сейчас все контакты на наших экранах, по которым вы можете задать вопрос интересующий. Да. Спасибо большое, Екатерина. Мы продолжаем программу до конца еще целых 34 минуты.